Ректор КФУ встретился с членами международного жюри по присуждению медали и премии Лобачевского. Школьники будут обучаться программированию в рамках проекта «Яндекс.Лицей». Ученые КФУ используют искусственный интеллект для увеличения добычи нефти. В Казанском федеральном университете прошла встреча ректора Ильшата Гафурова с членами международного жюри по присуждению медали и премии имени Лобачевского. Все подробности смотрите в сюжете. 4 сентября 2019 года в Голубом зале главного здания КФУ состоялась встреча Ильшата Гафурова с членами международного жюри по присуждению медали и премии имени Лобачевского. В ходе беседы обсудили результаты присуждения премии 2019 года и перспективы дальнейшей работы жюри. Я хочу сказать вам огромное слово благодарности за то, что вы, во-первых, дали согласие и работаете в составе нашего международного совета по непростым вопросам, поскольку выбирать всегда тяжелее, чем вручать. Ректор КФУ также отметил, что сам факт возрождения премии Лобачевского привел к росту интереса к математическим наукам среди молодежи и как следствие к тому, что конкурс на места в Институте математики и механики имени Лобачевского КФУ стал расти. Также было отмечено увеличение числа победителей и призеров разного рода математических олимпиад и числа стабальников, стремящих поступить на профили подготовки в этой области. Мехмат стал расти, увеличилось количество победителей разного уровня олимпиад, в том числе и в Сиросе которых увеличилось количество стабальников. Самый, как мы говорим, по качеству ЕГЭ выдающийся выпускник этого года из Татарстана, который набрал почти 400 баллов по результатам четырех экзаменов, стал студентом механико-математического факультета. И узнаваемость и математиков наших, и прежде всего структуры, где они находятся в Институте, стало еще лучше. Участие в встрече с ректором КФУ приняли представители жюри конкурса. Всего в состав международного жюри входит 17 ведущих ученых из России, США, Германии, Франции и Швейцарии. 3 сентября 2019 года в шоуруме Высшей школы журналистики назвали имя лауреата премии Николая Ивановича Лобачевского. Напомню, что путем тайного голосования в первом же туре 9 членов жюри присудили победу Даниэлю Вайсу, канадскому математику, специалисту в области геометрической теории групп и трех многообразий, профессору математики в университете МакГилла. Он был в числе номинантов премии имени Лобачевского еще в 2017 году. Канадский математик Даниэл Вайс – это выдающийся математик, у него замечательные достижения. В частности, он решил знаменитую проблему гипотезы Хакена. Это фактически гипотеза, которая определяет магистральное направление развития некоторых областей математики. И поэтому его достижения имеют очень большое значение для будущего математики. Церемония вручения медали и премии имени Лобачевского состоится 1 декабря в день рождения выдающегося математика Николая Ивановича Лобачевского. Напомню, в 2017 году лауреатом премии стал профессор Калифорнийского университета Ричард Шен. Ильвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюс. Проект «Яндекс.Лице» открыл набор в Татарстане для школьников, которые хотят обучаться программированию. В Татарстане будет работать 21 площадка, среди них IT-лицей КФУ. Он участвует в программе уже третий год и лицей имени Николая Лобачевского КФУ, который присоединился к проекту впервые. Более подробно мы расскажем вам в следующем сюжете. Смотрим. Проект «Яндекс.Лице» открыл набор на бесплатные курсы для школьников по программированию. Впервые к проекту присоединился лицей имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Отбор начинается с преподавателей. Сначала заявляется образовательная организация. И вот оба наших педагога, которые заявлялись на работу по программам «Яндекс.Лице», отбор прошли. С этого года мы начинаем реализацию программ в двух группах по 15 человек. Обучаться на площадке лицея смогут не только лицеисты, но и ученики других школ Казани. Занятия будут проходить во второй половине дня, а каждая группа будет обучаться два раза в неделю. Курсы начнутся с 1 октября, но до этого школьникам необходимо будет пройти отбор в три этапа. Первый этап – это заочный. Он стартовал с 30 августа и продлится до 11 сентября. По итогам заочного этапа ребята будут приглашены уже на очное собеседование. Это второй этап отбора. И только в случае, если они прошли оба этапа успешно, они будут зачислены на обучение по программам «Яндекс.Лицея». Лицея имени Лобачевского КФУ присоединился к проекту впервые. Айти лицея КФУ участвует в данной программе уже третий год. Компания «Яндекс», которая нам помогает в виде материалов, в виде планов уроков, в виде контрольных работ, мы получаем картину того специалиста, которого ждут потенциальные работодатели. Проект появился в 2016 году. Он работает в России и Казахстане на 306 площадках. Это программы по обучению программирования на языке питон. То есть это базовые навыки, которые в дальнейшем могут помочь ребятам уже чувствовать себя свободно в области IT-технологий. Программа реализовывается в течение двух лет для учащихся восьмых и девятых классов. Во вторых год уже будет насыщена программа, будет содержательная, и она касается именно создания проектов. Проекты там довольно-таки разнообразные. Вот это и бот в Телеграме, и другие проекты, оконные приложения, игры, так называемые, пайгейм называются. В конце обучения все школьники получат диплом об окончании четырехмодульного двугодичного курса «Яндекс.Лицей». Анна Глазунова, Ленардо Валитьяров, Александр Юдин, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета используют искусственный интеллект для увеличения добычи нефти. Метод позволяет минимизировать время обучения нейронной сети, увеличивает точность предсказаний и, самое главное, повышает качество диагностики и неисправности. Более подробно смотрите в сюжете далее. Казанского федерального университета Когда речь идет про добычу углеводородов, так или иначе, это связано с большой инфраструктурой. Это скважины. Каждая скважина обеспечивает сбор информации о добыче. Понятно, что процессы протекают во времени. Ну и, по сути, каждая скважина обеспечивает накопление данных о текущем состоянии. Как технического состояния, так и, собственно, тех процессов, которые протекают под землей, непосредственно в недрах. Вот вся эта информация, она и подлежит обработке. На основе методов искусственного интеллекта, анализа этих данных, по сути, определяются закономерности между воздействиями, которые осуществляются извне на объект, и реакцией в виде нефтеотдачи, в виде эффективности использования и эксплуатации месторождений. В решении актуальных задач учеными КФУ предложены новые способы выбора существенных характеристик, позволяющие минимизировать время обучения нейронной сети, повысить точность предсказания и, самое главное, повысить качество диагностики неисправностей. Непосредственно для решения задачи такого интеллектуального или цифрового месторождения задача решается в рамках стратегической академической единицы «Эко-нефть», которая реализуется в Казанском федеральном университете. И этот проект объединяет специалистов разных структурных подразделений, разных институтов. Зона ответственности закреплена за Институтом геологии и нефтегазовых технологий. Но, естественно, что вместе с коллегами и специалистами из Института вычислительной математики и информационных технологий, Института математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского принимают активное участие в разработке таких методов. Впрочем, это не единственный проект, в развитии которого используются методы машинного обучения. Также нефтехимики КФУ научились использовать нейросети для оптимизации процессов в нефтедобыче. Проект создавался совместно со специалистами ПАО «Татнефть», с которыми КФУ сотрудничает уже не первый год. Такой продукт с легкостью обрабатывает огромный объем скважинных данных, начиная с этапа бурения и завершая процессом ликвидации. Лилия Талипова, Александр Юдин, Универ Ньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть свежие выпуски Универ Ньюс. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok